Старейшая школа Дагестана может остаться без части помещения. Министерство образования республики попросило администрацию Махачкалы сдать в аренду часть гимназии номер один. Речь идет о 300 квадратных метрах, где планируют разместить управление надзора и контроля в сфере образования. Родители школьников категорически против. Разбиралась ситуация наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Здесь уже танцуют, бегают и изучают правила ПДД. Факультативные занятия для школьников идут полным кодом. А ведь часть старого корпуса гимназии стала вновь площадкой для детей совсем недавно. В 2003 году она была передана на баланс администрации города. В 15 лет здесь находились различные организации. Письма к чиновникам с просьбой вернуть кабинеты гимназии не оставались услышанными вплоть до августа 2018 года. И вот, наконец, долгожданная весть. Помещения свободны. Активные родители тут же взялись за дело. Мы собрали родителей начальных классов на добровольной основе, привели в порядок все эти кабинеты, вывозили строительный мусор, который складывался здесь годами, лет 10, наверное. Облагородили территорию. Я не хочу, чтобы мои дети выютились в узких кабинетах. Кабинетах, где будет вторая смена. Сегодня в первой гимназии учатся около 2000 учеников. Чтобы не допустить третью смену, пришлось уплотнять классы. 35-40 детей в классе для начальной школы здесь уже норма. Освобожденные помещения дали возможность проводить желанные факультативные занятия, а также расширить группу продленного дня. Во внутреннем дворике планируется ботанический сад. Родители и дети своими силами уже вывезли отсюда три грузовика с мусором. Работы проделаны немало, поэтому эти помещения им так не хочется отдавать. Один из главных активистов в этом деле, Магомед Гаджиев, говорит, что обращался в министерство с официальными письмами и ждал мирного решения проблемы. Показать, чтобы они знали реальную картину, что здесь происходит. Объясниться, чтобы не делали опрометчивых шагов. Чтобы потом родители, которые вложили сюда в ремонт, не было возмущения, резонанса в обществе. К чему мы сегодня пришли в реальности. Школа должна остаться школьником. Чиновникам достаточно административных зданий в городе. Пожалуйста, никаких возражений нет. Школу закончили достаточно много известных людей. Все они готовы помочь. Если не на материальном уровне, а моральная помощь, физическая, любая помощь приветствуется. Пожалуйста, просьба к чиновникам не мешать действиям родителям и школьному процессу. У чиновников на этот счет мнение другое. Министерство образования на своей официальной странице в Инстаграме сообщает. Доводим до сведений общественности, что запрашиваемые помещения для организации учебного процесса никак не использовались. Более 10 лет помещения сдавались в аренду по непрозрачным договорам различным коммерческим и общественным организациям. И надо отметить, это не вызывало вопросов у родителей, общественников, а самое главное – у руководства школы. Но директор школы утверждает обратное. Говорить о том, что директор школы без дела сидел и не добивался этого – это неправда. Почему? Потому что я вам покажу письма. Эти письма сохранились, они начинаются с 2002 года. И там в письмах обозначены, по какому поводу руководитель образовательного учреждения обращается в муниципалитет города. И там обозначены все проблемы, которые связаны непосредственно со школой. Активные родители намерены идти до конца. Они отправили письмо главе республики с просьбой разобраться в данном вопросе. Сейчас эти помещения на балансе Комитета по управлению имуществом Махачкалы. Именно им придется выносить окончательное решение. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.